Итак, давайте начнем с сегодняшнего встречи. Я рад вас всех приветствовать. Я благодарю моего коллегу и ассистента Алексея Дьякова, который мне помогает уже в который раз и становится неотъемлемой частью нашего вебинара. Или неотъемлемым соучастником и подготовителем нашего вебинара. О чем мы сегодня будем говорить и какие есть новости. Новостей много, все новости практически хорошие, кроме того, что восьмой этап заканчивается. Но у этой новости есть, она как бы как меч, знаете, у нее два стрия. Первое это то, что мы продвигаемся. А второе то, что прекрасные возможности переходят в менее прекрасные. Но они все равно прекрасные, так что ничего страшного в этом нет. Значит, еще новость. Буквально вот с 28 по первое число я побывал и в Москве в нашем офисе Скавей Капитал, и в Санкт-Петербурге просто встретился там с научным университетом, и с научными людьми, с несколькими. Вот. И у меня есть тут такая, ну как бы замечание, которые я бы хотел с вами поделиться. Первое. Мне, значит, оставило хорошее впечатление то, как сейчас идет работа в офисе. Набираются дополнительно программисты, которые следят за тем, чтобы наши заботы были бы минимальны по использованию личного кабинета и всего того, что в нем есть. Вот. Ведется подготовка различных новых программ, которые будут. Ну и естественно, самое мощное это то, что готовится переход на девятый этап, еще кроме всего того, в техническом программно-информационно-программном пространстве. Вот. И это обрадовало. Второе. Значит, я там разжился новым журналом. Мне уважаемый генеральный директор или директор, как он говорит, Евгений Кудряшов дал такой журнал. Это, видите, да? Транспортная стратегия 20-го. Это Министерство транспорта выпускает такой журнал, да? Вот оно тут. Практическое решение поставленных задач. И на развороте здесь есть такая картинка, которая касается практически, видите, сковея нашего, да? Вот. Но самое главное, здесь внутри статья, которую подготовила группа наших всем знакомых людей. Вот. И это там авторский коллектив во главе с научным руководителем Юницкий, авторский коллектив Сибиряков, Бабурин, Зухадов, Петров. Значит, вот, видите, такая есть струнная технология, да? Статья, она практически без картинок, я ее не буду приводить вам, но она очень интересна и, значит, показывает возможность там и про мобильность на 5.0, краеугольные камни цивилизации, то есть в очень широком аспекте. Когда я просмотрел это, то, что здесь написано, не по задержанию, а по, как бы, по наполнению, то возникло... Нет, не воздушного транспорта, Анжелика, это... Софтранс. Одним из главных заказчиков является Министерство транспорта России, сейчас посмотрю. Да, это они, они являются генеральным заказчиком и руководителем Минтранспорта. Вот, пожалуйста. И вот это все хорошо стыковалось с тем, что у меня были еще встречи, и я получил подтверждение тому, что мы идем в правильном направлении еще раз. Вы понимаете? То есть со всех углов все говорит о том, что Skyway Transport является так называемым, как бы, ну, как говорят коллеги, в шестом технологическом укладе является триггерным, или так называемым включающим многие другие проекты развития. И вот в связи с этим абсолютно случайно я зашел в книжный магазин, я знал, что у меня будут встречи с учеными в Санкт-Петербурге, да. Я нашел такую книгу, планетарный проект от устойчивого развития к управляемой гармонии. Александр, автор, значит, Александр Безгодов, Академик Ран и так далее. То есть абсолютно как будто он из-за угла подсмотрел все то, о чем говорит Анатолий Эдуардович уже на протяжении 20-30 лет. Вот, возвращаясь, опять отходя, где-то разрабатывая, и речь идет очень об интересном. Я в связи с этой книгой переварю ее, значит, и в ракурсе наших ежедневных забот, постараюсь сделать через неделю или в ближайшее время, сделать один такой вебинар, где мы будем об этих вещах говорить. Ибо мы все равно затрагиваем здесь и сегодня еще затронем. То есть это очень важно и это, опять-таки, радует. Итак, давайте пойдем по сегодняшнему вебинару. Что у нас здесь сегодня? Я думаю, что Татьяна Сибирь, значит, не буду говорить, я думаю, что этот журнал, я вам просто скажу, что этот журнал вы можете в интернете посмотреть. Транспортная стратегия, издательский дом современной стратегии, это номер 35, 2016-2017 годы, видите, здесь наверху. Я узнаю, я постараюсь узнать, я сейчас запишу, можно ли будет приобрести его. По крайней мере, я, может быть, переговорю с Сергеем Сибиряковым, он сделает выжимку из этого, и на своем вебинаре расскажет. А я сделаю свою выжимку через призму того, как я понимаю процессы. Так вот, идем дальше, друзья. Значит, смотрите, о чем, это тоже новости, и о чем мы сегодня будем говорить, и что я считаю очень важным понимать. Дисконты и прогноз. Значит, могу сказать, что сегодня у нас было совещание, и мы анализировали некоторые вещи, и могу сказать следующее, что можно прогнозировать, я потом покажу на слайде некоторые, как бы, раскладки, как я после этой беседы себе это дело представляю, и готов вам немножко показать, чтобы вы ощущали, в каком направлении мы движемся. Не потому, чтобы вы начали быстро считать деньги и смотреть, что все, кирдык, дело движется к тому, что, как бы, не себестоимость, а так называемая проектно-приобретательная стоимость тех пакетов, акций, тех пакетов, инвестиционных пакетов, которые мы себе формируем, она все выше и выше. То есть, что это значит? Это значит, что за одну инвестированную доллару инвестор в залог получает, значит, не там не сто, а шестьдесят акций и так далее, и так далее. То есть, вот такие вещи. Поэтому прогноз я вам покажу позже на слайде. Внутренняя биржа приблизилась на один шаг. Это хорошая новость. И это тоже я покажу. Почему? Там как раз очень хорошо видно по этому расчету, который я красной строкой там провел. Это хорошая новость. Почему это хорошая новость? Не потому, что быстро бежать, как я говорил, значит, продавать акции, это не стратегия. Это необходимость, жизненная необходимость, кому необходимо. Вот. И это надо уважать. А это, скорее всего, то, что внутренняя биржа, я еще проанализировал, с умными людьми поговорил. Вот. Они говорят, что вы знаете, друзья, значит, потому что я такой, как бы, максималист в том плане, что зная, что нужно сделать на этапе подготовки к IPO и выхода на IPO, значит, предполагал, что должны быть очень такие мощные аргументы в плане уже существующих прибыли. Нет, мне сказали, что нет, не обязательно, что есть варианты, когда выходит на IPO с тем, что есть расчетные и договорные. Что это значит? Есть у компании, например, GTI, много договоров, они с серьезными заказчиками подписаны, они прогарантированы какими-то там организациями или институциями, и там есть расчетные прибыли. И с этого берется самый минимальный, то есть самый, как бы, пессимистичный прогноз, а он колеблется всегда между 5 и 10, 5-10 процентов. И вполне оцениваемо аудиторами, которые выводят компанию на биржу. Так вот, возвращаясь обратно, почему внутренняя биржа? А как вариант, если существует в этом проекте возможность применить инструмент внутренней биржи, это только большой плюс. То есть, можно тогда будет отчитаться, как себя повела данная акция на внутренней бирже. И это очень сильный аргумент оказывается. Я предполагал, а мне это точно подтвердили, да, это очень сильный аргумент. Таким образом, идем дальше. Перспективы по сферам компетенции GTI. Вы знаете, это разговор сейчас, это опять хорошая информация для вас. Это, ну, это самая хорошая информация. Я как-то тоже упускал, то есть, вот я в подсознании знаю, что есть много чего еще, что не бойтесь, что с Экотехнопарком история не заканчивается, она только начинается. И вот я сегодня для вас, только для вас, выложил, значит, а что есть в загашнике у GTI во главе с Анатолием Эдуардовичем и при нашей поддержке. Вот смотрите, первое, я сейчас возьму красненькую стрелочку, так, и начну вводить, первое, Skyway транспортные технологии, все абсолютно правильно, с них мы начали, но смотрите, какой поток мы запустили в связи с этим, Skyway интеллектуальное ограждение охранные модули, это отдельные проекты по всему миру, это мощные проекты, это адресные проекты, дорогие друзья, поэтому не зацикливайтесь на транспортной технологии, а вот здесь вам веер, то есть, я целый лоток раскрыл, а здесь еще внизу есть много чего, а я только на самые существенные, развитие землепользования, аграрные технологии, это то, это входит уже в адресный проект в объединенных Арабских Эмиратах, это войдет в проект эко-технопарка в очень расширенной версии, которая будет заложена в Индии, строительной технологии, тоже, это будет и в Объединенных Арабских Эмиратах, это будет и в Индии, мощные строительные технологии, от забора до обеда, понимаете, я извиняюсь за такое сравнение, потому что это и строительство высотных зданий, которые являются одновременно комплексами жизнедеятельности большого количества людей, жизнедеятельности, не только проживания, в том числе являются транспортными как бы ключевыми анкерными опорами. Очень мощная заявка, причем до того, что строительные технологии, фермерские хозяйства, усадьбы и так далее. Производство электроэнергии, об этом мы уже говорили, это отдельная мощная сфера, в которой можно строить эти технологии, почему? Да потому что они будут применяться в будущем. А где они будут применяться? Можно сегодня уже вкладываться через них и смотреть, как адресные проекты развивать, в логистические центры и межконтинентальные грузовые потоки, в линейные города и сети поселений, реурбанизации. Это мощнейшие возможные количественные, примерно такие же мощные как бы сдвиги в эту сторону будут и благодаря чему? Благодаря тому, что идут вот эти вот идет этот как бы первый то, с чего мы стартовали. Теперь логистические центры, межгрузовые потоки восток-запад, север-юг. Мы сегодня даже еще не представляем. Есть одна рабочая группа, но она так, то задышит, то притаит свой дых, но людям просто не хватает ни времени, ни сил поддерживать их, но тем не менее эта работа ведется. Сейчас уже заинтересовались целый ряд тех, кто логистикой сегодня занимают, они очень быстро включились, нам надо сегодня быть впереди, кто сегодня первым этим делом займется, тот будет на коне, тот будет в первых рядах, потому что будет перестраиваться полностью вся логистика меж, вот, востока на запад, с севера на юг, и межконтинентальные грузовые потоки будут в ближайшие 10-15 лет будут перестроены абсолютно под другой логикой. И на завершение это линейные города и сети поселений, реурбанизация, что значит реурбанизация? Это значит, дорогие друзья, не насильно будут кого-то куда-то ссылать, а люди сами поймут, что лучше жить на природе, лучше самому или быть ближе к производству тех продуктов, которые они потребляют, лучше быть там, где есть работа, вот, и уютно на матушке земле блюсти порядок, в первую очередь у себя в семье, в своем доме и блюсти порядок на своей земле. Это очень мощные такие возможности, это все проекты, друзья, а проекты надо финансировать, и тут выходим мы, каждый отдельно, и мы вместе через и ассоциацию, и другие инструментарии, которыми мы сейчас по мере возможностей занимаемся, готовим, загружаем, это абсолютно такая, как бы, волонтерская сейчас работа, но мы этим занимаемся. Ага, спасибо, Алексей Дьяков, хорошую ссылку дал, вот, видите, надо всегда иметь толковых ассистентов, они, если они правильные люди, то они решат сразу массу вопросов. Таким образом, идем дальше, дорогие друзья, смотрите, вот маленький пример по поводу того же самого, значит, того же самого интеллектуального ограждения, это не какой-то на бумаге, это существующий в Мариной горке уже конкретный проект, который сработал, он сделан, человек стоит здесь, это не какой-то рисунок, это реальное, здесь точно так же, он реально смотрит интеллектуальный модуль, который может, ой-ой-ой, сколько, я этим делом разбирался, потому что тут есть очень интересные возможности это дело все, как бы, запустить в будущем, в ближайшем будущем, где-то здесь прибавок. Дальше, вот, мы пришли к этой строчке, которая касается вот этого моего утверждения, раз и два, значит, смотрим, смотрите, что получается, вот мы на восьмом этапе, очень знакомая картинка, я перетаскиваю из одного вебинара в другой, что мы здесь видим, мы видим, что в среднем у нас дисконты были, вот в этих пределах, я имею ввиду пакеты инвестиционные, значит, выложено было столько акций, причем мы сегодня еще для залога, сегодня мы, кстати, еще в дальнейшем поговорим о том, что за акции сейчас и почему как бы сделано введение новой компании, не новой, а дубликата компании, значит, по акциям, значит, здесь дисконты такие, и вот здесь 0,0, то есть меньше одного цента, 0,6, 68 сотых цента является так называемая ценность, не ценность, а себестоимость, себестоимость мною приобретенной залоговой акции в моем портфеле, средняя, усредненная, сильно усредненная, они есть еще меньше, есть еще чуть больше, понимаете, да? Да, вот, и смотрите, что теперь, девятый этап, мы говорили прошлый раз, вот, о так называемом расчетном, где у нас уже не 7,5, а 7 миллиардов акций вводится, 25 миллионов инвестиций предполагается, это по плану, по проекту, вот, и дисконты такие, но сегодня я не уполномочен, но это мой прогноз, это мой прогноз, что, и вот здесь та же самая, видите, так называемая приобретательная или залоговая внутренняя стоимость или ценность моей, вот этой одной акции, за 1 доллар, вот, такую и столько акций, да? Вот, на девятом этапе, дорогие друзья, этот будет, значит, это был планируемый по проекту, а он может вполне меньше быть, я прогнозирую, что это будет меньше, почти близко к десятому этапу, это так планировалось, когда составлялся проект выхода на, как бы, завершающую фазу строительства экотехнопарка, значит, в проекте было 225, а я полагаю, что будет 180, если не меньше, почти, может быть, будет 175, а может быть, 170 даже, то есть, мы уже начинаем переписывать проект, почему это? Потому что, потому, потому что подключаются инвесторы, потому что определенные рубежи, как бы, сдвига произошли, вот, и об этом мы немножко поговорим после, впоследствии, но это еще не значит, что быстро мы перескочим, процесс идет, очень нормально идет, вот, и есть резервы для того, чтобы, как бы, вход в корневую компанию не закрылся быстро, и у нас есть время для того, чтобы свои стратегии относительно вот этих акций, залоговых акций корневой компании мы смогли бы осуществить, это хорошая новость, дальше, значит, я возвращаюсь обратно, что нас ожидает, стартуют крупные адресные проекты, а дальше что? Дальше, только вперед, дорогие друзья, я уже вам показал в начале, что сколько еще много, это только транспортные проекты стартуют, понимаете, да, а внутри них уже есть комплексы, например, в том же самом проекте, я так полагаю, он еще как бы завершается, да, подписание там и подготовка всего, я уже так прогнозирую, что там предусмотрены скорее всего и целый ряд использования тех технологий, тех компетенций, которые наработаны у GTI и у всего коллектива, творческого коллектива зао-струнной технологии на сегодняшний день, но это все базируется на том, что в течение сорока лет архитектор вот этого транспорта, автор этого транспорта Юницкий разрабатывал, вы понимаете, то есть это все начинает воплощаться, благодаря чему? Только благодаря тому, что мы с вами подключились в этот процесс, это наша мощная заслуга и за это нам большое спасибо и плюс еще за лояльность акций, если кто помнит, мы в начале и в середине прошлого года говорили о доме Скайвей, это все из той оперы, кто не участвовал, ничего страшного, мы еще к этому придем, и есть ли нам польза от договора в Индии, конечно, есть, мы в прошлом раз говорили, и сегодня я уже в этом плане вам неоднократно сказал, я просто повторяюсь, ибо повторение это мать уверенности, когда мы сможем участвовать в адресных проектах, хоть когда, понимаете, ведь практически если бы кто-то сегодня взялся бы, то мы уже сегодня могли бы подготавливаться, но участвовать акциями своими мы сможем лишь только после того, когда они начинают, будут акцептироваться или на внутренней, или на внешней бирже через IPO, даже уже по всей вероятности может быть, можно будет что-то делать уже и при выходе или при открытии внутренней биржи. Но это мои предположения, это я как вот, ну, как экономист, как консультант предполагаю. Если бы сегодня кто-то меня попросил, это была бы тема нашей беседы, то я бы развернул здесь раз вам вариант, как участвовать в адресных проектах уже на стадии даже из наличия внутренней электронной биржи большой такой компании, как Global Transport Investment или группа компаний Скавей. Кто там как футуровод? Окей, ладно. Значит, смотрим дальше. Почему надежнее и выгоднее самим акционерам? Это мы говорили в прошлый раз. Как мы в ближайшем будущем сможем инвестировать? Видели? Все, вот, мы сможем инвестировать, этапы идут и заканчиваются этапы, предположим, 15 этап закончился, вот он здесь внизу будет 15 этап. Кто-то спросит, когда масло? Ну скажите наконец. Я так думаю, что он не закончится 1 июля, не закончится, есть на то целый ряд сигналов, хороших сигналов для нас, поверьте мне, вот, что не группе компаний, не нам этого сильно не надо, а тем не менее инвестиции идут. Об этом мы еще немножко поговорим чуть позже. Вот прогноз на 2017 год у нас вполне радужный и безоблачный в какой-то степени. Теперь вернемся к тому, кто-то скажет, а что это такое? Видите, у нас тут раздвоился проект. Что произошло? вы в чате адресных проектов или целевых проектов мы там дискуссии разводили, что, откуда, куда. Все очень просто, дорогие друзья. Есть, я об этом не говорил, не моя эта компетенция, но сегодня могу я вам это открыто сказать, что мы в Евразии на Релскове Systems Holden, которого раньше, который находился здесь у нас, в нем выпущено было на основе того, что в него вложили 60 миллиардов акций Global Transport Investment 15%, это привилегированные акции, за счет этого вложили, это стало акционерным капиталом здесь, и эта компания выпустила от первой до 60 миллиардной акции, которые шли, как вы видели там по проектам, шли нам в залог, и мы становились их собственниками в процессе, который построен. Мы дошли до границы, где 50% реализовано залоговых акций, 50% минус одна акция, это значит 29 миллиардов, 999 миллионов, там, 99 акций в конце, то есть 30 миллиардов минус одна акция, это 50% минус одна акция, понятно, да, и остальные компании оставляют за собой, чтобы иметь преимущество голосов на при принятии определенных решений, и чтобы этого никто, даже не вопрос не в том, чтобы никто не мог бы торпедировать решение учредителя и воплощение его проекта в жизнь, для этого Unicorp или Global Transport Investment через Unicorp Corporation, которая владела 70% и владеет дальше, здесь есть такая схема, но суть не в этом, и использовала еще 15%, то есть еще 60%, чтобы не было неразберихи, учреждена компания Eurasian Real School Systems Holding 2. 2. То есть был Эдуард 1, теперь Эдуард 2. Точно так же абсолютно один к одному дубликат выпускается 60 миллиардов простых акций, одна акция 1 доллар, 1 голос, и у нее тоже возможность выхода до 30 миллиардов минус одна акция. Если стратегия не переменится, может быть эта компания уже сможет перейти до 60 миллиардов, то есть полностью пустить в реализацию. Это можно будет помнить, я вам говорил почему, если здесь есть этот слайд, я вам здесь еще расскажу, потому что появляется уже возможность у Global Transport Investment начинать реализованные на более поздних этапах, после 10, 11, начинать не выпускать вот эти акции в инвестиционный залог, а те, которые куплены у инвесторов, которые по какой-то необходимости, пожизненной, по интересам, по каким-то, захотели их реализовать из своего пакета на внутренней бирже, и эти акции во вторичный оборот перейдут. Но это обеспечит, гарантирует плавность потока привлечения инвестиций в денежный поток строительства экотехнопарка, если он еще не доведен, а по всей вероятности уже в другие адресные проекты для участия и развития. Понятный ход, я думаю, что это очень полезно вам это было все увидеть. Теперь так далее я перехожу плавно к тому, что значит все те проекты, о которых мы говорили, они становятся реальными. Я тут по сравнению с прошлым разом еще дополню. Это для того, чтобы мы немножко развивали свое видение и понимание глобальности проекта. О том мы все знаете, как этот самый попугай говорим, что проект глобальный, он очень большой, Skyway это все мощно, транспортные системы очень сильно развиваются, да, вот, что у нас здесь проектов много, видите, тут я вам показывал, да, вот, что мы только до сих пор говорили только об этом. Все остальное говорит о том, что, и плюс здесь еще много чего не показано, говорит о том, что этот процесс весь очень глобальный, но он базируется на том, что наука развивается, надеемся, что культура продвигается вперед, хотя в этом есть много-много вопросительных знаков, и тоже касается образования. Это те сферы, которые, скорее всего, они сильно влияют на то, что происходит, и как меняются технологические уклады, социальные уклады, экономические уклады. Я думаю так, что я не сильно солгу, если вам скажу, что до сих пор ведущим в развитии нашей цивилизации являлся то, как развивались технологии, эти технологические уклады, начиная от бронзового топора, я имею в виду нашу цивилизацию, с ее старта, до парового котла, до интернета, до нашего мобильника, вплоть до, на каком-то периоде, где-то, значит, на каком, с начала от рождения Христова, фактически, можно так сказать, если не чуть-чуть раньше, включилась политика. И в процессе глобализации мы докатились до, так называемой, обрыва. То есть, у нас нет другого выбора, если не будет, значит, введен во все еще и духовный уклад. Но поймите правильно, что духовный уклад это не религия, это не все институты религии, а это духовное здоровье и состояние человечества, которое и в науке, его члены в культуре, в образовании формируют вот эти три единства этих укладов. Уклады есть еще иные, но эти как бы ключевые, потому что социальные или социально-экономические могут сказать, технологические и так далее. Вот. Но все начинает развиваться через планетарные проекты, и мы к этому с вами придем. Поэтому вот этот вопрос здесь я вам объяснил, и это очень важно нам знать, видите, я здесь поставил восклицательный знак, я такой человек, который любит символами, тоже кое-что говорит, вот. Поэтому это очень важно, и это одна из тех основ, которые мы будем с вами заниматься. Поэтому не обессудьте, мы будем говорить о духовном укладе, но в связи с тем, как эти уклады, почему? Не потому, что это вдруг масло там сбрело в голову, нет, дорогие друзья, ибо без этого мы не пойдем дальше, мы провалимся в пропасть. И об этом говорят все прогнозисты, все футурологи, практикующиеся теоретические, неважно какие, это естественно, об этом говорят процессы тех как бы существующих уже сейчас постоянно развивающихся как бы беспорядков, которые происходят во всех сферах нашей жизни. Правильно, духовность абсолютно правильная, но духовность нового уклада тоже, новый духовный уклад. я не хочу здесь никаких своих рецептов говорить, хотя у меня есть свое видение на этот счет, и мы можем об этом на эту тему тоже поговорить, когда мы сделаем специальный вебинар, не организационно-экономический и правовой, а организационно-экономический и духовно семинар, или, пардон, извиняюсь, вебинар, когда мы можем на эту тему поговорить, потому что, ну как мы иначе будем развиваться, если мы об этом говорить не будем, дорогие друзья, вот смотрите, стратегические установки инвесторов, а мы все хотим быть, мы есть, и мы хотим быть состоявшимися, процветающими инвесторами, это наши предприниматели, даже тот, кто не предпринял и не считает, что это его будущее, тем не менее, он инвестор уже, даже если он 25 долларов вложил в проект, имеет уже какой-то проект, пакет акций, он уже все, он здесь, по возможности на свой пакет акций, хорошо, ориентируйся на дивиденды, а не на продажу акций, а на использование финансового акций, прекрасно, повышай и развивай свои компетенции по возможностям технологий Skyway, я не успел сюда дописать еще красной строкой, развивай свои компетенции и духовность, без этого мы никуда не уйдем, и это, об этом говорит и дом Skyway, о котором мы когда-то тут говорили, об этом говорит все, и спроси себя, есть ли занятия, я повторяю это, спроси себя, есть ли занятия, которые занимают большую часть моего времени, но не делают меня счастливым, почему я задаю вам этот вопрос, потому что то, как мне начать тратить на них меньше времени, почему меньше тратить времени, чтобы сесть к телевизору и смотреть ту лабуду, которую телевизор несет нам, или начинать читать, скажем, билетристику, это очень емкое слово, я задавал вопросы, по-разному отвечаю, что такое билетристику, то есть все то, что не приносит, дают только эмоциональные какие-то, ну скажем, новые переживания, вот, а эмоциональная жизнь это одна из столпов нашего, как бы, развития, первое, это то, что ты кушаешь, второе, то, как ты двигаешься, и двигаешься ли ты вообще, и третье, как ты относишься к эмоциональным сферам жизни, это три кита, на которые наша, каждого из нас, вселенная держится, понимаете, да, а мы начинаем свою интеллектуальную энергию тратить на то, что мы вчитываемся в то, что кто-то там, ведь, смотрите, ведь в жизни или в нашем существовании нет других сценариев, сценарий переписывается, результат-то один, кто-то откуда-то, куда-то пришел, кого-то убил, то есть, перетусовывается, и опять это подается, поэтому, поэтому ничего нового, да, что-то есть новое, да, какой-то опыт обретаешь, все правильно, поэтому надо смотреть, что читать, а не просто, такую, как бы, билиберду, где идет перемывание из пустого порожня, по-разному расставляются краски, и все, речь идет об одном и том же, и нет интеллектуального наполнения, тебя, будьте разборчивы, когда вы читаете, вот вы освобождаете свое время, на то, чтобы повышать свои компетенции, и развиваться, именно духовно, развиваться, и идти в интеллекте дальше, ведь мы же люди интеллектуальные, и мы не хотим, чтобы наша цивилизация была бы очередной, последней цивилизацией, понимаете, поэтому, за этим мы пришли сюда, и мы очень долго стояли в очереди, для того, чтобы быть в это время, именно в этом месте, все вы, я в том числе, и это очень важно, идем дальше, и таким образом, последнее, значит, здесь есть такой нюанс, по сравнению с прошлым, значит, там было 4 пункта, я их не буду повторять, я сюда внес, как бы, пятый пункт, или пятый, как бы, направление, это, уяснил ли ты, что в ближайшие 10-15 лет, начнется тотальный переход, общей собственности, во многих сферах жизнедеятельности, кто-то скажет, что там он говорит, какая общая собственность, какой кооператив, какой там коллективной, собственности общей, ибо, если мы будем, какие-то государства, очень много есть ресурсов, я уже об этом говорил, что кто дал право человечеству распоряжаться индивидуально, Иванову, Петрову, Сеппу, там, я не знаю, какому-то Смиту, Абубархану какому-нибудь, или еще кому-то, землей, откуда, откуда она у него появилась, с какого, какого вот рожна она к нему пришла, Господь ему, что ли, дал, сказал, вот возьми, купил, а кто ему продал, а кто-то завевал когда-то, в прошлом, да, и для чего это нужно было, да, таковы были уклады, так шла жизнь, мы сейчас пришли к тому, и, вы понимаете, образовались государства, и у государства, они были плохие распорядители, они могли, сами все освоить, пришла эпоха индустриализации, много земель было роздано, все было в частной собственности, сейчас настала эпоха новой, нового уклада социально-экономического, и надо смотреть, только глобально, то есть планетарно, надо теперь распоряжаться, иначе мы не осилим всего того, чего мы наворочили предыдущие, как бы, шаги, сией цивилизации, вот почему, опять, вот с, с, кочки вот этого всего, спроси себя, каким ты будешь через 5, 10, 15, 25 лет, разберись, каким ты хочешь, и будешь через 5, 10, 25 лет, ибо от того, что в твоем квантовом пространстве заложится, так ты будешь жить, так мы все будем жить, вот что самое-то интересное, мы каждый являемся, архитектором будущего, подумайте над этим, дорогие друзья, вопросы, так, в общем, и попытка вернуть, вернуть совесть, да, совесть, а что такое совесть, совесть, это диалог, с, эго, которое сидит за нашим левым плечом, дорогие друзья, оно нас подзуживает, совесть, очень просто, критериями совести являются, соблюдая все космические законы, и вот, пожалуйста, ты совестливый человек, все, других критериев нет, правильно, духовность необходима, правильно, так, что тут у нас еще есть, есть ли еще вопросы, пока нет, но вы знаете, дорогие друзья, что все, я практически вам выложил все то, что я хотел вам сказать, самое ценное, есть ли вопросы, так, раньше новые дисконты нам покажут, покажут, все, сегодня они были обсуждены, последний анализ был сделан, вот, и вы получите, дисконты буквально, вот, ну, я думаю так, я думаю так, что, если не на это, то на следующей неделе точно, там их еще оформить надо, потому что от этого зависит оформление пакетов и так далее, пакетов будет меньше, могу сказать, так, раньше новые дисконты нам покажут, да, здравствуйте, правовой вопрос, здравствуйте, правовой вопрос какой, каким образом можно передать другому человеку свой оплаченный пакет, никаким, вы не можете его передать, почему вы хотите продать, это, вы передать, это одна из форм отчуждения, а, вы знаете, практически от Иванова Петрова никогда нельзя будет передать, потому что единственная возможность есть от Иванова, чтобы пакет перешел к дочери Петрова, которой сегодня нет 18 лет, или сыну Петрова, да, или же внуку Петрова, или своему внуку, это может быть между, как бы родственниками, может быть через, если вы обретаете, или инвестируете через пакет, малыш или студент, все, другая возможность недорогие друзья, и то, как бы отчуждение другому человеку происходит при его достижении 18 лет, а так, никак, только, если кто-то хочет, значит, если, значит, каким образом передать другому проекту, не передать, вы сможете продать, передать нельзя, но можете продать, отдать потом, когда откроется внутренняя биржа, на биржу, через биржу компании, а тот, кому вы хотите его передать, он оттуда приобретет уже, потому, как эта биржа будет реализовывать. У нас закрытая компания, у нас акционерно-учица закрытого типа, и поэтому внутренней, как бы, отчуждения и передачи акций не существует и не будет. это покажет, не покажет, не знаю, в среднем, да, почти до 50% есть такие вещи, которые в среднем до 50% другие, я еще скромно там показал, красненький, по наследству, да, возможно, но там, надо быть, я уже говорил, если вы не присутствовали на тех, моих, как бы, консультациях, где я говорил, что по наследству тоже, да, можно по наследованию через нотариуса, и вы же понимаете, что, даст Бог, что это наследование, потребность наследования, или получение наследства будет, чем можно, более длительный период, поздний период, да, или там дальше, через 20, там 15, 20, 30, 40 лет, через 50 лет, вы же представляете, что будет ваш пакет представлять в то время. сегодня номинальная стоимость доллар, а вы не представляете себе, что, а если это будет 100, как вот есть тут пример, что, например, транспортные компании, вот эти захеревшие, или старого уклада транспорта, и автомобильные, и там, значит, разные другие, других видов транспорта, сегодня у них акции стоят от 100 и выше долларов штука, понимаете, и ваши акции, а я об этом, я об этом как-то даже не сомневаюсь, вполне будут стоить еще и более, и такой пакет кому-то надо будет по наследству получить, а налог с чего она платит, поэтому думайте о том, как наследовать, и может быть сегодня лучше уже сделать определенные нотариальные процедуры, для того, чтобы как бы наследство оформить, сегодня вы это можете сделать по абсолютно оценив пакет, который вы по наследству передаете своему родственнику, по стоимости в 100 долларов, ибо у нее нет стоимости, у нее есть описана номеральная стоимость, и все, она не является критерием оплаты никаких налогов сегодня, поэтому думайте над этим, я думаю, что как это нужно оформить, да, оформляется через нотариусовое право, дисконсультационный середак, далее, так, 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 передача по наследству возможно, да, конечно, подарить другому, или подарить, с дарственной тут надо быть очень осторожным, потому что там есть много, много, но я об этом говорил, не буду сейчас больше здесь распространяться, кто сказал Таня, не знаю, или подарить другому человеку, подарить, в новостях, пока есть сообщение, к сожалению, не было, так, штук, штукам меньше, так, спасибо за ответ, правильно ли я поняла, после того, как акции будут на фондовой бирже, право на владение, можно будет передать, продать другому человеку, тебе покупку, да, не передать, а это просто и будет единственная возможность, то есть, если вы хотите продать свой костюм, вы его несете, на фондовую биржу, и если Иванов, или ваш хороший знакомый, хочет купить, то он покупает, не обязательно, ваш костюм, он просто, что-то аналогичное, по количеству, или по качеству, то есть, там конкретно акции, да, приобретается, уже с биржи, по номиналу, или по котировке, которая на тот момент будет там, или следит, что вы сдали там по 100, за штуку, да, а он следит, когда чуть-чуть упадет, по каким-то причинам, он быстро хватает по 95, понимаете, вот тогда у него будет, значит, возможность, так, что там еще было у нас, куда же я сюда ушел, спасибо за купленную биржу, да, на внутренней бирже, та же самая история, та же самая логика, друзья, так, есть ли еще вопросы, я посмотрю в вопросах, вопросов нет, здесь больше вопросов нет, ага, получить больше продарения, где можно у нотариуса, но, Ольга, вам рекомендация, ни в коем случае не попадитесь на удочку нотариусов, нотариус заинтересован вам дать консультацию и сказать, да, а, сколько у вас там, а, у вас миллион акций, вот, давайте с миллиона долларов, вы скажете, это так называемое фиксированное внутреннее, это пакет, он сегодня нигде не продается, не покупается, это примерно то же самое, что я, например, нотариусу так надо объяснять, это примерно то же самое, что я напишу на коробке, допустим, 100 тысяч, вот, и пойду к нотариусу, скажу, что, слушайте, давайте оформим, что именно я, Иванову, или там кому-то, хочу подарить, или наследство отдать, вот эту коробку, на которой написано 100 тысяч, он скажет, ну, давай тогда со 100, а внутри там что лежит, а это мое дело, что там внутри лежит, поэтому, не важно то, а я ее оцениваю сегодня, в 100 долларов, потому что больше я не хочу дарить, вот и все, понятна логика, да, когда планируется, Нина, значит, про открытие биржи, я вам говорил уже, что открытие биржи, рационально начинать тогда, когда компании выгоднее, помните, да, я вам что говорил, это критерием является, смотрите вот здесь, вот, когда, когда стоимость, скажем, когда компании будет выгодней, выгодней будет, что делать, когда компании будет выгодней, брать не из своего, значит, ну, своего сейфа эти акции, и выставлять их на, залог, а покупать уже, те, которые реализованы, вот, по меньшей стоимости, и выставлять ее в процесс инвестирования, вот когда, а это, скорее всего, после 10, на 11 этапе, скорее всего, я так думаю, а когда он будет, не знаю, после, да, Танат, я абсолютно вашей интуиции доверяю, я тоже так думаю, что не раньше, но, нет, не обязательно после закрытия входа, 1 июля не закроется, вход в корневую компанию, я, я вас уверяю, значит, для этого есть, я не буду сейчас рассыпать, весь набор аргументов, если я сейчас оформлю сессии, я смогу, смогу, конечно, можете, почему бы нет, до скончания, дай бог вам больше дней жизни, Людмила Борисовна, Людмила Казанова, видите, есть сейчас такая возможность, с чего, ну, чего-то там есть, да, так, есть ли еще вопросы, дорогие друзья, после закрытия компании, в бинаре будут, конечно будут, у нас целое обучение будет, после закрытия, до его закрытия, с вступлением, или, скажем, с учреждением ассоциации, всемирной ассоциации инвесторов, Skyway, и акционеров, в первую очередь, акционеров, будут вебинары, продолжаться, и площадка Skyway Capital будет функционировать, только мы перераспределим расходы, целый ряд расходов, технических расходов, которые сейчас несет компания Skyway Capital, будет на себя перебирать, потихонечку забирать на себя ассоциации, это опять-таки для, ну, скажем, врачительного ведения хозяйства, друзья. Оформление, оформление, так, как всегда, очень важно, да, спасибо, когда будет вебинар, когда будет, спросите у Хавратова, не знают она, Академия будет, 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 Академия будет обязательно, друзья, Марина обязательно будет, она есть, она будет, но ей надо дать, средств нету, средств не денежных, а в первую очередь, людских ресурсов, пока не хватает, на то, чтобы активно там заниматься, мы все, значит, кто мы этим делом занимаемся, на это практически расходы, 24 на 7, вы знаете, что это такое, да, 24 часа, каждые из 7 дней, ну, это так, образно говоря, не совсем так, мы бы уже давно сдулись бы, да, видите, я как похудел, я сбросил 11 килограммов, хвастаюсь, потому что я слежу за тем, что я хочу очень долго кататься, насковеть, чего и вам желаю, дорогие друзья, я уже сказал, когда, после 15 этапа, там будем говорить, итак, я рад был вас всех видеть, я смотрю, вопросов нет, пошли, trophwise я бы всегда рад рад, а не думаю, что, что я просто закручиваю, бездв TVs, здесь убежаем, бездв ведет и Jupiter, здоровый дождь, au roja, всемuurню, а cuarto эксперимента. Г� Football Vamos Home